Значит, такая информация. Евреи требуют дальнейшего усиления расправы над русскими политзаключенными. Без того ужесточенную 282 статью они предлагают преобразовать в крупные штрафы. 14 февраля этого года Федерация еврейских общин России выступила с требованием увеличить размер наказания для осужденных по 282 статье. Цитирую. Крупные штрафы будут особенно болезненны для лиц, пропагандирующих ксенофобию с использованием СМИ. Штрафы, в отличие от тюремных сроков, не позволят сделать из пострадавших мучеников. Размер наказания, предлагаемый ФИОР, 1 миллион рублей для осужденных по первой части и 5 миллионов по второй части. Понимаете, что будет, когда у людей за книгу, признанную экстремистской, за диск, признанную экстремистским, будут отбирать жилье. Ведь выплатить миллион, 5 миллионов невозможно. Это будут приходить и описывать квартиры. Я в первую очередь обращаюсь к молодежи, потому что молодежь сегодня, как ни страшно, ни странно, не понимает еврейского вопроса. Они говорят, что это придумка стариков. У меня просьба большая, ребята, почитайте фундаментальные вещи. Почитайте Форда, почитайте Дремона. И поймите, что это все серьезнее. Второе, что сегодня появилась тенденция. Понимая о том, что 282 статья делает из ребят мучеников и героев, они переводят 282 статью на любую другую уголовную статью. И сегодня начинает судить уже наших ребят русских, защищая их интересы русского народа. Вместо 282 статьи, 280 по любой другой уголовной статье. Борьба только усиливается. Борьба только усиливается. Компания. Продолжение следует...